Скажем, для меня эта тематика стала серьезной, когда я познакомился с трудами самого выдающегося современного миссионера. Наверное, вы даже не слышали его имени. И, может быть, даже это и хорошо. Да, как думаете, кто самый выдающийся современный миссионер православный в России, из ныне живущего? Из ныне живущего. Игнатий Лапкин. Думаю, что кто-то слышал это имя, нет? Он живет в Барнауле. В Барнауле, в Сибири. Знаете, на мой взгляд, я ему очень завидую. Он мирянин, обычный человек. Это человек совершенно безбашенный. Свободный. Это, знаете, такая жуткая смесь. Баптисты и старобрядцы. По взгляду. Он так краешком бока имеет отношение к московской патриархии. Он там староста общины местной зарубежной церкви. Кажется, епископ Евтихий – это его брат. У него томов 15 таких издано, но очень маленьким тиражом, кое-что в интернете есть. Ответы на вопросы, толкование писаний и так далее. И вот часто он разбирает вопросы и о притяге, о клятвах и прочее, о служении. И привносит массу цитат из отцов, из житийной литературы. Он очень значительный человек. С чем-то я не могу у него, со многим сноситься не могу. Он тоже меня поносит, как по всем кочкам. Но у него много очень серьезных вещей. Вот именно вдруг он актуализирует такие пласты. Опять же, не столько его мысли, а какие-то цитаты из писаний, из отцов. Житийной литературы – то, что мы пришли забыть. А он напоминает, да, это ведь есть в нашем притяге. И нельзя это просто так вот взять и объехать на осле. На кривой кобылику. В частности, я помню, меня поразило, у него на десятках страниц подборка текстов против расчленения мощей. Как святые отцы, там сколько было видений, когда что-то и требовали, не вытаскивайте из могилы, не расчленяйте и так далее. А у нас к этому более чем спокойно сейчас относятся. До нанотехнологий, потом скоро дойдем. В расщеплении мощей. Чтобы в каждом храме, в каждом христианском доме был полный комплект всех святынек. В общем, посмотрите, через интернет хотя бы. Давать подписку на согласие со всем, что говорить не надо. Но хорошая гимнастика для ума и христианской совести гарантирована. Контрастная душа. Это гарантировано. Игнатий Лапкин, да. Лапкин, да. Я бывал у него в храме, там жесткие порядки. То есть ходить только в русских одеждах. Никаких там джинсов, пиджачков, галстуков нет. Прийти в храм за 15-м до начала службы. Потом двери закрываются, никого не пускают. Вся служба, чтобы пустала. Я говорю, какая-то удивительная смесь торобрячества и баптизм. Такой пиетет к Писанию и такое знание Писания. И на стойке оплевать. А ну не оплевать, потому что какой-то собор разрешил. А Писание выше Собора. Это по Писанию, а не каким-то Собором прикрывать свою совесть и так далее. Поэтому, а где-то баптизм-то, а где-то старовер. Это очень необычная смесь. И уж понятное дело, что решение наших синодов, это лесом-лесом-полем и еще дальше называют. Распишем не так, или там слевне-соборные решения исполнять и все. Ну, в общем-то. Нет, он старший, этого не священника. Барнаул. На Алтае. Богодатное место. Ну, вот, ну, говорю, я вот, знаете, я ему завидую, потому что это свободный человек. Вот ему плевать, что про него скажут. Вот мне это все-таки не плевать еще, да? А что ж, как и не мать никого? А что владыка такое-то скажет? Как это так зовется? Что этим? Я считаю, что так, значит, я скажу, не будет, что будет. Спасибо.